Всем привет, ребят, меня зовут Томас, и сегодня мы продолжаем играть в Lifeless Planet. Безжизненная планета. Продолжаем искать ответы на вопросы. Куда же пропала наша команда? Что же случилось с этими людьми, которые жили вот в этих домах на этой планете? Насколько я понял, ребят, это Марс. Насколько я понял. И насколько я понял, эту деревню строили русские люди, ну то есть из Советского Союза. Такие дела, ребят, такие дела. Ну а нас сюда послали, мы сюда летели, как бы, ну вот видите, у нас флаг Америки, Соединенных Штатов, то есть и мы летели сюда в течение 15 лет. А оказывается, что видите, еще в 78-м году, ну это я вот отсюда узнал, подождите, в 78-м или 60-м, да, в 78-м, тут уже были люди, 78-го года. Так, может даже раньше. В общем, что я хотел вам сказать, ребят, помните, мы находили книгу под названием Аэлита? Я еще обратил внимание, что там А.Толстой написано, то есть А.Толстой. Я думал, что за А.Толстой, блин, ну как бы, я знаю только одного Толстого, это Лев Николаевич Толстой. Вот, а оказывается, что был еще один тоже типа писатель, вот, это он написал книгу Аэлита, это я загуглил после того, как первую серию заснял. Он написал Аэлита, его зовут Алексей Николаевич Толстой, по-моему, по-моему Алексей, ребят. Простите, если неправильно, то сори, я правда, я не знал такого чела, я просто загуглил сегодня, и в общем, да, типа того. Алексей Николаевич Толстой, он вроде как родственник даже того Толстого, то есть Льва Николаевича. Вот, в общем, неважно, ребят, все, идем дальше, нам нужно вон туда. Ключ мы нашли, код мы нашли, нам нужно в лабораторию попасть. Сейчас мы посмотрим, что там такого. Оттуда какие-то странные звуки доносились. Сейчас мы выясним, что это за звуки, откуда они. А, серьезно что ли? Блин, да я просто как бы сохранил, вышел из игры. Вот, и когда заходил в нее, ребят, я появился в самом начале этой деревни, то есть в самом-самом начале. И я так и думал, что сейчас, если я подойду к этой двери, видите, записки-то у меня есть найденные. Сохранение-то все вроде как сохранилось, но придется, видимо, заново сейчас все эти записки собирать, как бы, и смотреть вон ту вот кат-сцену, которая там была в том здании. Короче, давайте, встретимся у той двери. Итак, ребят, я все сделал, и все, можно заходить в эту чертовую красную дверь. А еще я вам хотел, знаете, что сказать? Что тут, оказывается, можно приближать и отдалять камеру. Это делается очень просто, либо на кнопочку С, либо на среднюю кнопку мышки. Тут еще есть какие-то настройки, на М можно что-то делать, но, видимо, пока нельзя. Но я видел в настройках, я искал, как сделать тише звук, и нашел, как приближать и отдалять камеру. Короче, ребят, все, заходим сюда, в эту дверь. Вау! Дверь открылась. Исследовательский комплекс. О, черт, что за звук? Пол провалился, что ли? Или... О, нет. Так, ладно. Что-то тут как-то темно. А, на F у нас есть фонарик, вау. Либо правый триггер, чтобы активировать фонарик. Ясно, понятно. Так, что за кровать? Почему она посреди этой трубы? Это какие-то видения, почему они меня преследуют? Не первый раз я уже вижу кровать. Да, конечно, ребят, жуть здесь офигенная. И посмотрите, главное, на отражение, как классно. Все отражается у нас в скафандре. Ну, как бы он такой, типа, зеркальный. И все это отражается. Даже на такие мелочи разработчики обращали внимание. Кстати, ребят, я тут прочитал, что эту игру разрабатывала даже не команда разработчиков. Эту игру делал один человек. Один человек. С 2011 года, по-моему, он начал ей заниматься. То есть вот за несколько лет сделал игру. Сделал игру сам, лично. Может быть, все-таки кто-то ему помогал. Но все же, в Википедии говорит, что сам. Так, ладно, что у нас здесь? Там какие-то рычаги, какие-то выключатели. Наверняка нужно... Да. В этой зоне нет ток. Найди способ восстановить электричество. Ну, конечно, вот. Все легко. Пока что. Так. Есть. Серьезно? Обалдеть. А почему гимн России? А, подождите. Гимн СССР, по-моему, во многом похож был на гимн России. Ну, я имею в виду гимн России похож на гимн СССР. Обалдеть. Обалдеть. В последние два дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился с мыслью окончания. Но как бы бы хотелось, чтобы, встречая ее, я не был бы один. О, бедный чел. Бедный чел. А почему он один-то был? Никого? Нет. О, там что-то светится. Наверняка нам туда. В принципе, игра сама нам подсказывает, куда идти нужно. Так, давайте все осмотрим. Смотрите, это была какая-то лаборатория. Что здесь изучали? Может, образцы почвы или вроде того? О, там что-то есть. Какие-то баррикады. Отчего он забаррикадировался? Почему? Закрыл себя он. Так, давайте. Они не смогут сюда добраться. Они? Кто они? Может, это его люди? То есть, они, может, с ума сошли? Или вроде того? Что такое? Я думаю, что я могу использовать этого. Так. А, нет, нам не туда. Там это просто лампочка. Так, это может пригодиться. Значит, давайте, наверное, выбьем вон ту баррикаду. Скорее всего. Это динамит с часовым механизмом. То есть, бомба. Грубо говоря, обычная бомба. Баньки. Ой-ой-ой, как она быстро-то. А что там вторая-то лежит? Может, она тоже пригодится или нет? Ладно. Не думаю. Пойдемте. Ух ты, епта. Так, так, так. Значит, русские нашли какой-то портал, который перемещал их на эту планету. И затем... Дела пошли ужасающе плохо. Портал? Серьезно? Русские нашли портал? Обалдеть. Это клево. Это очень клево. Так, давайте посмотрим. Исследовательская установка. Я нашел дорогу к некой исследовательской установке. Натолкнулся на костные останки бывшего рабочего лаборатории. Документы, находившиеся поблизости, указывают, что русские построили своего рода систему порталов, которые ведут сюда. Хотя я все еще не знаю точно, где это сюда находится. Это место похоже на колонию. Кажется, они не успели даже полностью обустроиться до того, как дела пошли плохо. Да, такие дела... Дела пошли плохо. Что там? Похоже на ту бомбу, которая только что взорвалась. Она тоже так мигала. Моргала. Больница. Вау, больница, окей. Я надеюсь, тут без скримеров будет, а? Без скримеров. Так, аудиозапись это хорошо. Вирус распространяется все быстрее. Ну конечно, вирус. Понятно. Ясно. Окей. Ну, ладно. Ой, какая... Посмотрите, как там красиво по сравнению вот с этими вот всякими. Что за... Не понял. Это очередное видение. Очередное видение. Вот эту койку я видел. Три раза. Черт возьми. Ё-моё. А че это он вспоминает? Поразительно. С каждым новым опытом ее пробы кажутся все более перспективными. Позже я занесу в журнал больше подробностей. Сейчас просто нет на это времени. Что? Я вот думаю... Ой-ой-ой. Что за звук? Алло, вы че? Прекращайте. Это че за жесть пошла? Я только хотел сказать, че я... Ну ладно. Наверное, раз музыка идет, то нам нужно вперед бежать. Смотрите, по следам. Мы идем по следам. Зеленым, черт возьми, следам. Никогда в жизни не пошел бы по зеленым следам. Отлично. Думаю, мое сознание смеется надо мной. Введение дома. Мое сознание играет со мной. На мгновение я подумал, что опять нахожусь на земле. После того, как галлюцинация прошла, я нашел человеческие следы, выходящие из подземной установки. По непонятной причине следы светятся зеленым цветом. Я взял образцы, но у меня не было времени, чтобы проанализировать их. Похоже, что следы ведут прочь от установки. Поэтому я собираюсь следовать по ним, но осторожно. Осторожно, это не по мне. Это, черт возьми, не плавал. Посмотрите-ка. Так, видимо, нам нужно найти способ, ой-ой-ой, как остановить этот вентилятор. Похоже. Так, а вот здесь вот, смотрите, он сломан. Так, я примерно понимаю, что нужно делать. Я примерно понимаю. Вот что нужно делать. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Ну что? У странных-то полегче. Так-так-так-так, не-не-не, левее, левее, левее. Давай. И... Есть. Все, замкнул. Так, следы. Они все еще продолжают меня куда-то везти. Чертовы, следы еще не пропали. Хорошо. Ну, блин, следы вроде как человеческие. Вроде как. Так, ну ладно. Что там? О, черт, я думал граффити. Ребят, вы посмотрите только на все вот эти вот сооружения. Их ведь строили. И ведь очень-очень много ресурсов нужно, чтобы это все построить. Это сколько всего... Сколько людей здесь работало. Надо найти, как это включается. Так-так-так, видимо, снизу. Вот она кнопка. Ведь сколько людей, сколько ресурсов потребовалось, чтобы все это сюда перетелепортировать, блин. И все это построить здесь, без воздуха. Это, конечно, жесть. Так, давай, иди сюда, фуникулер. Их, вперед. Можно сделать так. Что-то я очкую туда идти, блин. Еще музыка такая заиграла. Слышите эти звуки? Ой-ой-ой-ой. Что за подземные толчки, блин? А-а-а, пещера завалила. Только что, кстати. Так, есть еще один проход. Следы ведут сюда. Может быть, тут есть обходной путь? Да не может быть, дружище. Тут, скорее всего, есть обходной путь. Ой-ой-ой. Тут ничего нет. Хорошо. Нам сюда. Так, все, изи. Путь мы нашли. Что за звук? А вот и следы. Вот и следы. Так, вот там вот есть выход. Черт, ну куда нас приведут эти следы? Смотрите, там тоже есть зеленые следы. Что за фигня? Вот здесь они есть? Там они есть. И ведут они туда. Но сначала давайте посмотрим, что у нас здесь. Оу. Это похоже на что-то радиоактивное. Похоже, они пытались... Разрабатывать это месторождение. Надеюсь, это не радиоактивно. Блин, выглядит, что радиоактивно. Черт, ладно. Уходим. Уходим нафиг отсюда. Так, ну... О, хорошо, что эта громкая музыка прекратилась. У-у-у-у. Ладно, продолжаем двигаться по следу. Скорее всего, мне нужно вон туда. Туда. Так, у нас здесь что? Сейчас посмотрим все здесь, ребят. Я понимаю, что вон туда нужно идти. Так, здесь у нас есть какой-нибудь проход? Мало ли, вдруг тут какие-то рапорты потерянные, записки. Или что-то вроде этого. Которые нам пригодятся. Нет, видимо, нет. Ладно. Ладно, ребят, погнали. Так, а здесь ничего нет? Тоже ничего нет. Так, окей. Значит, нам сюда. И потом там мы залезем наверх. Я сейчас не увидел, когда я здесь был. Не увидел эту тропинку. А тут вообще даже следы туда ведут. Слышите этот звук? А, это типа вода, наверное. Типа течет вода, типа. Так, аккуратно, спокойно. Спокойно. Потихонечку, никуда не торопясь. Мы уже почти вышли. Так, тут следов нет. И игра сохранилась. Это круто. Это круто. О, выход наружу. Отлично. А, вот и следы. Посмотрите, все эти линии электропередач. Ём... Там вообще, смотрите, высокоэтажка. Многоэтажка. Точнее, высокоэтажка. Что за слово, блин? Тут, чёртов, водопад. Так, блин, многоэтажки это круто. Я хочу посмотреть на инопланетные многоэтажки. Ой-ой-ой. Апосян. Ёп твоё, какая... О! Чё это за хрень? Видите? Стоит. Твою мать, там кто-то есть. Там нахер кто-то есть. Так, вот сюда нам нужно. Вон, вон стоит кто-то нахрен. Это чё за нахрен пипец? Сейчас пойдёмте повыше взберёмся. Ох, ё-моё. Тут, значит, кто-то есть на этой планете. Надеюсь, это что-то или кто-то будет там стоять сейчас. Да, вон, вон, видите? Я был прав. Что это за херня, блин? Не следуй за мной. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Русская чувиха. Сказала не следовать за ней. Так, русская. Значит, это она не из моего экипажа. Ну, наверное. Я так думаю. Так, а куда она свалила? И зачем? И чё она вообще тут делает? Как бы она одна, что ли? Так, ладно. Продолжаем двигаться, ребят. Нужно выяснить, кто это. Так, или это была очень правдоподобная галлюцинация, или я не один на этой планете. Скорее второе, дружище. Скорее второе. Ох, надеюсь, он не обвалится сейчас. А то он безо всяких поддержек. Безо всяких балок. Там вся фигня. Так, вот здесь она стояла. Прямо здесь. Только что. Аудиозапись. Это хорошо. Несмотря на нерешительность наших учёных, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Скорость размножения видов, называемых нами «зелёный огонь», кажется достаточно высокой. И мы думаем, что они также могут служить источником пищи для остальной растительной жизни на планете. Чтобы успокоить моих коллег, я вернул генераторы на нормальный выход тока. Но результат... Я вдруг подумал. Интересно. Не является ли обилие энергии само по себе сдерживающим фактором военного конфликта? Опустили бы наши враги своё оружие, если бы узнали, что наши реакторы никогда не отключатся? Что осталось бы от их самодовольства, от того, что их флаг находится на Луне, если бы, глядя на Землю, они видели только неугасимый свет могущественного Советского Союза? В сравнении с научным потенциалом, который представлен здесь, ядерное оружие кажется лишь дубинкой дикаря. Всё больше наших семей перебирается сюда. Наше общество расцвело настолько, что мы уже можем назвать это место Родиной. Новой Родиной. Наверное, таким же чувством были охвачены великие писатели нашего времени, глядя на свои бессмертные творения. Истинное совершенство. Обалдеть. Выходит, что здесь они, видите, нашли какой-то неиссякаемый источник энергии. И люди из Советского Союза начали прям перебираться сюда прям семьями. Жить на эту планету. Обалдеть можно. Значит, выходит, это Марс. Выходит, это Марс. Это не Земля, это точно. Вау. Просто вау. Или всё-таки Земля. Не уверен в свече до конца. Но нет, по-моему, там было написано, что Марс. Так, продолжаем идти. Нужно найти тут чувиху и расспросить у неё обо всём. Так. Есть дорога туда, но следы ведут туда. Давайте пойдём сюда, значит. По следам. По следу чувихи. Вон она. Майка СССР, смотрите. Как она туда забралась? Чё за хрень? Чё за херня? Как она залезла туда? Эй, ты больная? Блин, спускайся. Что это? Радио. Радио чё-то поймало. Так, тут лучше. Или, может, повыше нужно забраться? Да, мне кажется, вот сюда нужно забраться, на камень. Так, подождите. Это там радио? Или... Это моё радио начинает работать здесь. Давайте всё осмотрим хорошенько. Что у нас тут? Нет, тут всё, тут. Тут всё. Сюда нам не надо. Нам вот на этот камень, скорее всего, нужно. Дальше какая-то дорога есть, куда она ведёт, не знаю. Но давайте поднимемся. Вот опять. Похоже, будто здесь какое-то радио. Но я ничего не вижу. Я ничего не вижу, ребят, на земле. Поэтому нет. Походу, это не то, что нужно. Давайте сходим сюда, сейчас налево. Обалдеть. Как она туда запрыгнула, может быть? Может, она какой-то, ну, типа... Типа, может, это она пациент? Генетический эксперимент, там всё дела. Так, нет, нам не сюда. Ух. Ну да. Наверное, нам сюда. Я так думаю. Я могу ошибаться. Так, ладно, что у нас тут? Очередные камни, очередные попрыгушки. Ладно. Спускаемся. Мне не сложно. Ой-ой-ой. Так, смотрите, а там что-то интереснее. Что это там? Какой-то красный камень. Офигеть. Это что такое? Бонусный предмет. Подобран образец минерала 1. Гранат. Первоначальный анализ указывает на наличие в слюдяном сланце, или слюдяном, не знаю, слюдяном, наверное, сланце, альмандина или пироп граната, или пироп граната. Типичный минерал, образующийся глубоко под землёй, под очень высоким давлением. Эта информация подтвердится. Нужно... А, если эта информация подтвердится, можно говорить о большой тектонической активности в коре этой планеты, что способствует созданию среды, пригодной для жизни. Понял. Значит, если такая херня внутри есть, это хорошо. Значит, больше шансов на зарождение жизни, да? Типа того. Так, это что у нас тут такое? Что-то непонятное. Ну, вот нам куда. Скорее всего. Опа. Спокойняк. Всё. Круто. Всё, это мы преодолели. Идём дальше. Тоже какая-то тропинка. Ой-ой-ой, чё она творит? Чё она творит? Вы видите это? Так, наверняка мне сюда. Вон она идёт, блин, по эти, по проводам чёртовым. Вот сволота. Как она это делает? Так, куда я вообще иду? Зачем я сюда спускаюсь? Надо оно мне или... Да, всё-таки надо. Так, опасён. Она уже дальше прошла. Так, ага. Понял. Фух. Блин, быстрее бы до неё добраться уже. Расспросить, чё почём. Что-то происходит. Типа того. Ой-ой-ой, смотрите-ка. А, точно, это ещё один домик. А я-то думал... Так, кислород. Да, нужно пополнить. Джетпакер. Топливо для реактивного ран собрано. Включён... Режим усиленного толчка. Это хорошо. А, два раза можно. Вау. Круто. Хорошо, настало время всерьёз использовать реактивный ранец. Мой реактивный ранец наверняка не был предназначен для прыжков в условиях пониженной гравитации, но на самом деле он помогает мне преодолевать большие расстояния. Я обнаружил трюк, который состоит в том, чтобы растянуть промежуток между реактивными импульсами до максимума. Если я повторяю импульсы слишком часто, у заряда не хватает времени, чтобы восстановиться. Набрать достаточную высоту не получается. Теперь я могу выбирать, хочу ли я возвратиться вниз, чтобы передвигаться большими прыжками, или продолжить это... ...будоражащее и опасное путешествие на высоте. Конечно, продолжить на высоте, блин, говно вопрос. Так, давайте разберёмся. Прикольно. Вот так вот. Ясно-понятно. А топливо, интересно, кончается тут? Или, наверное, нет? Скорее всего. Так, ладно, давайте с первого раза прям. С первого раза, чёрт возьми. Опа! Шикарно! Адвенчурер! Приключенец! Путешественник! Вот такой вот нам ачивку дали в Стиме. Шикарно! Так, смотрите, снова туда можно или наверх? Можно поверху идти, смотрите. Можно прям вот чисто наверх залететь и всё. Скорее всего, это нам и нужно будет делать... Хотя нет, нет, там вниз дорога. Но для начала... Для начала нужно взять вот эту штуку. Альмандин. Это уже другой материал какой-то. Подобран образец минерала 2 из 2. Следующие образцы гранатов подтвердили, что они принадлежат к разновидности альмандин, распространённые на Земле. Тут они обладают необычайно большим размером. Большим. Необычайно большим, конечно же. Скелет породы метаморфича. Что, скорее всего, вызвано горообразованием. Снова указывая на активное геологическое прошлое этой планеты. Такие дела. Учёным нравится, что здесь есть эти материалы. Потому что они говорят о том, что тут можно зародить жизнь. Или типа того. Короче, плиты... Ну, около ядра планеты. Они там типа двигаются очень часто. Видимо, типа того. Так-так-так-так-так-так. Ага, всё-таки... Всё-таки нам туда, наверное. Вау. Да, скорее всего, нам всё-таки туда, ребят. Ладно, полетели. Вау. Ой, о чёрт, о чёрт. О чёрт, блин. О, блин. Не рассчитал. Так, слишком... А, он говорил. Подождите, они же говорили эти. Так-так-так, это чё? А, в смысле, я тут сохранился? Прикольно. Ладно. Короче, слишком часто нельзя использовать рывок. Потому что... Потому что вы видели, что случается с теми... Кто часто использует рывок, блин! Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь я недоиспользовал. Бывает, бывает. Сейчас попробуем снова. Блин, ну очень классно. Очень классно. Мне нравится. Так. Можно безопасно, в принципе, вон там пройти. Но безопасность не для нас. Правильно, ребят? Давай, давай! Чёрт тебе дери! Чёрт тебе дери, блин! Ничего страшного, ничего страшного. Я это преодолею. О, смотрите, а там провода обрываются. Это значит, что она спустилась. Скорее всего. Так, короче, всё. Всё, давайте, просто. Вот так вот. И всё. Изи. Просто изи. А, мне всё равно туда. Чёрт. Зря я выпендривался. Ну ладно. Вот так вот. Шикарно. Уже успеваю привыкать. Начинаю, начинаю привыкать. Точнее. Слышите этот звук? Доносится из-за этой горы. То есть, прямо изнутри горы. Странульки, странульки. Ладно, пойдёмте дальше. Так, а вот и следы. Она, видимо, здесь спрыгнула. Это чувиха. По-моему, это была чув... Да, это, конечно, чувиха, блин. Голос тут. Чувихский. Ой-ой-ой, чё там внизу? Посмотрите. Какие-то чёрные хрени. Радуга. Прикольно. Так. Ага, не, нам туда. Я уже думал, нам прыгать нужно. Посмотрите туда. Это чёртова бездна, блин. Инопланетная марсианская бездна. Так. Что у нас тут? Окей. Всё на изи. Всё легко проходим. А она и без ранца, видели? Она прыгает. Значит, всё-таки... Да, она сейчас сюда залезла. Значит, всё-таки, ребята, она... Какой-то там мутант, типа. Наверное. Потому что вот так прыгать на такие расстояния, вон там ещё что-то красное светится. Так прыгать на такие расстояния, это не круто. Ну, в смысле, это круто, конечно. Но это не по-человечески. Нам нужно туда. А что если мы сейчас по проводам эти пойдём? Вполне возможно, ребят, вполне возможно. Кстати. Да, так и есть. А, даже... Да, да, по проводам, по проводам. Так, тут у нас сохранение, это очень хорошо. Чёрт. В общем, давайте тогда, наверное, ребят, может, тут закончим это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Я надеюсь, вы подпишетесь на канал, если вы всё ещё не подписаны. Я надеюсь, вы позовёте друзей, если вашим друзьям тоже нравится смотреть видеопрохождение. Вот. Вместе подписывайтесь и... Общайтесь. В комментариях. Ну, скидывайте там это видео ещё кому-нибудь. Если у вас есть группа, если у вас есть страница ВКонтакте, скидывайте это видео на странице ВКонтакте. Это поможет каналу развиваться. В общем, спасибо большое, ребят, за просмотр. Типа того. С вами был Томас. До следующих видео. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok